Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Недвижимость Турции, Paradise Alanya. Приехал я сегодня в район Тосмо. Нахожусь около речки Дим. И в этом комплексе продается хорошая, просторная 2 плюс 1. Квартира под ключ, с огромной территорией. Сегодня я покажу вам все детали и расскажу то, что нужно. Вдоль речки Дим месяц назад все здесь обчистили. Мусор там, зелень была, все обросло. Мухтар района Тосмор планирует построить мост вдоль речки Дим. Этот район Кестель, это район Тосмор. Он хочет соединить эти районы при помощи моста. Возможно, после инаугурации нового мера Алании, в течение 3-5 месяцев или в течение года, надеюсь, уже они построят этот мост. Проект был давно, но что-то никак не могли доделать. А новый Мухтар, Мухтар это именно чиновник, который будет прозваться на нашем районе Тосмор. У него именно был проект этого моста на рекламе везде. Надеюсь, сделает то, что предложил. Там тоже есть большой мост, как вы видите. Мы раньше отсюда ходили в ту сторону, переходили в сторону Кестеля. Там тоже парк, километр прогулочной зоны, как видите. Зона пикника, каждый 20-30 метров. А также, может, здесь что-то они будут планировать. Тут ресторанчик, 3 беседки. В этой стороне беседки есть, как вы видите, несколько беседок. Мы с друзьями спускаемся, там под деревом, вот под тем деревом ставим самовар, попиваем чай, отдыхаем, можно шашлыки пожарить и тому подобное. Тут тоже километр береговая зона прогулочная. Такая красота. Гуси, утки, лепата. Это одна из моих, в моем понятии, одна из самых лучших мест в Алании. Золотая середина, отсюда близко к району Махматлар-Каркаджак, отсюда близко к центру города. 5 минут на машине. Есть подземные переходы, есть песчаный пляж района Тосмор. Плит в воде нету. Плавный ход, чистейшая вода, которая втекает в море. Там водохранилище, вот между теми горами, где-то отсюда 8-9 километров. Зона пикников, известная Димчаевские пикники. И здесь дорога с левой стороны, асфальтированная, которая едет в горы к водохранилищу. Я сажусь на мотоцикле, еду в воскресенье, когда отдыхаю. Я отдыхаю в горах. Вообще, потрясающая погода там. Сами понимаете, войны лес. Здесь утки, гуси. Тут дядька, один у нас ресторан, который используют. Он также продает яички. Утиные, гусиные, там курочки. Домашние яйца. Также здесь дикие гуси, утки пролетают. Фламинго даже пролетает несколько раз ловил. Все, иду покажу вам сейчас территорию и комплекс. Тут у нас лесенка добавочная. Такое вот место, чай, кофе. Вроде отдыхают. Вот это зона отдыха. Кто спортом занимается, кто прогуливает. Домашними питомцами. Ну как же не опишать. Красота, лепота. Второго места такого вот именно внутри Алани нету. Может быть там каньон Сападере. Где-то похоже. Дикие утки полетели. Идем в этот комплекс. Здесь у нас зона барбекю. Есть генератор. Такой запах от этих цветов. Несколько зон барбекю. Можно не выходить в эту сторону. Даже все здесь пожарить, отдохнуть. Есть теннисный корт, баскетбольная площадка. Вот эта вся принадлежит этому комплексу. Здесь беседка также есть добавочная. Есть вход спереди этого комплекса. Там охрана. 7 дней 24 часа видеонаблюдения. Там подземный переход сразу. В шаговой доступности у нас маркеты. Позади этого комплекса прямо рядом. Ресторанчик летом работает собственный. Есть зона барбеки. Там детская игровая площадка. Меняют. Кафель вот здесь в бассейне. Вот здесь все меняют. Горки. Длина бассейна где-то у нас 25 метров. Олимпийский бассейн, как считается. 42 метра длина этого бассейна. В той стороне есть тихо, спокойно. Там дети в основном плавают. Из-за этого взрослого поколения дыхают в этой стороне. Молодежь там. Все там орут, кричат, прыгают. Вот такой комплекс. Был сдан в 2008-2009 году между ними. Есть фитнес внизу. Зеленая большая территория. Сейчас таких проектов с такой территории очень мало в Алании. Фруктовочные деревья посажены. Впереди комплекс. Открытая парковка прямо. У каждого здания много парковочных мест. Парковка нет проблем. Как раз хотят они сделать икрытую парковку для комплекса. Вот такая зеленая большая территория. А квартира находится у нас тут. Два входа есть. Один отсюда, один спереди. Входим в квартиру. Эта территория собственная у каждой квартиры. Входим в квартиру. Два плюс один. Кухню передвинули в эту сторону. Добавочная, как три плюс один она стала, как мне объяснил хозяин. Мраморная столешница. Алтус бытовая техника. У нас паркет установлен по всей квартире. 115 квадратов метров. Вся полезная площадь минимум. Квартира, планировка большая. Продается квартира под ключ. Здесь встроенный шкаф. Это дверь. Как раз я отсюда выйду и покажу вам все снаружи. Тут у нас первый санузел. Айдат у комплекса 1250 лир. Большая душевая кабинка, как вы видели. Здесь встроенный шкаф. Также наверху. Версачи. Первая спальня. Вот открыта парковка снаружи. Вот охрана. Кондиционер Panasonic. Также телевизор установлен. И здесь вторая спальня. Но они использованы как детскую комнату. Да. Это стала детская комната. Panasonic кондиционер. Инверторный. И здесь у нас второй санузел. Тоже полноценный. С душевой кабинкой. Такой вот так. Так. Еще что я должен был показать. Вытяжка тоже есть. А здесь стиральная машинка спрятана. Вот. И здесь сушилка. Так. Выходим. Так. Вышел я из квартиры. Лилисапета своей можете оставить снаружи. Тут маркет. Маркет. Ну, локация вообще бомбовая. Очень отличная. Рядом рестораны. Пекарня отсюда. 250 метров впереди находится. Пляж потрясающий. Песочный. Кто знает этот район, он поймает, что я объясняю. Итак. Цена этой квартиры, дорогие зрители, 215 тысяч евро. Айда, 1250 лир. Знакомлю с хозяином. Веду дела от А до Я. Полностью оформление электричества, вода, топол. Объясняю все расходы. ВНЖ пока, что по этой квартире не получить, так как квартира в собственности 4 года. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Тосмур. Ставим лайк, подписываем наш канал, оцениваем квартиру, пишем комментарии. Всем пока-пока.